А вы когда-нибудь думали, меня Бог никогда бы не использовал? Все мы хотя бы раз думали так, но Бог любит использовать самых неожиданных людей для выполнения своих планов. Ной был пьяницей, Авраам любил приврать, Моисей не умел справляться с гневом, а Давид был прельбодеем. Однако Бог использовал каждого из них. Сегодня мы посмотрим на жизнь женщины по имени Рааф. Казалось бы, таких людей Бог точно не использует. Рааф была проституткой из города Иерихон, и Бог использовал ее, чтобы спасти целый народ. Она вошла в родословную Давида и даже самого царя Иисуса. Это история о том, что Бог может перевернуть любую жизнь. Бог видит не вашу профессию, а ваше предназначение. Он смотрит на вашу внутренность, на ваше сердце. Мы продолжаем серию «Захватить землю». Она основана на книге Иисуса Новинов, в которой описано, как евреи готовятся выйти из пустыни и войти в землю обетованную, чтобы захватить землю, которую Бог пообещал им. И последние пару недель мы учились тому, как захватывать землю, которую Бог имеет для нас. Кто-то из вас верит о том, что ваша семья и ваши близкие, которые сейчас далеки от Бога, найдут Бога. Кто-то верит о телесном или о финансовом прорыве. Некоторые молятся о зависимости, которые мучили вас в прошлом, и о том, что следующий год будет лучше. Я уже слышу истории об измененных жизнях. Семьи воссоединяются, отношения улучшаются. Бог может сделать за несколько секунд больше, чем мы за несколько веков. И мы видим, как Бог уже это делает. Но перейдем к сегодняшнему уроку. Хочу обратить ваше внимание, что Бог дал землю не одному человеку. Он обещал землю не только Иисусу Новину или Бобу. Там точно был какой-то Боб или Роберт. Землю должна была захватить группа людей. И из Библии мы видим, что Бог желает работать с группами людей. Да, он работает с отдельными личностями, такими как Моисей, Давид или Даниил, но лишь для того, чтобы достичь целого народа. Вы знаете, что Бог дал десять заповедей не Моисею, а всему народу? Когда в книге Деяний родилась церковь, Дух Святой пришел не для одного человека, а для церкви. Когда Иисус давал великое поручение, Он дал его не одному или двум, не только Петру или Иоанну, а всем своим последователям. Потому что Бог любит работать с людьми. И сегодня я хочу, чтобы вы взглянули на землю, которую мы должны захватить вместе, как церковь. На следующей неделе мы снова вернемся к вам, но на этой неделе давайте поговорим о том, к чему Бог призывает нас всех вместе. Кстати, на следующей неделе мы будем разбирать крутейшую историю из Библии. Обязательно приходите через неделю, чтобы понять, как дойти до того, к чему вы так стремитесь. Мы поговорим о том, что делать, если вы не знаете, что делать, если вы столкнулись с чем-то невозможным. Я раздумываю над тем, чтобы договориться, прихожу в восторг. У нас будет особый гость. Я буду проповедовать, а она расскажет свою историю. Зовут ее Джулия Имман. Джулия переплыла Атлантический океан на грибной лодке. Представляете? Кто так делает? Она расскажет о том, что делать, когда волны бьют вас, и вы думаете, что погибается. То, что мы приготовили для вас на следующей неделе, вдохновит вас грести дальше. А сегодня я хочу обратить ваше внимание на то, что Иордан перешел не один человек, а целая группа. Народ Божий коллективно захватывал землю, принадлежащую им. Им нужно было притязать на нее вместе. Захват этой земли от Бога был их миссией. В объединении усилий есть сила. Когда мы работаем вместе, в этом есть сила и даже благословение. Экклесиаст писал по этому поводу. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка в трое, скрученная, не скоро порвется. В единстве есть сила. И та земля, которую Бог призывает нас захватить всем вместе, никогда не будет захвачена никем из нас в одиночку. Она слишком большая для любого из нас. Вы только подумайте о том, что Бог делает в этом регионе. Возьмем, к примеру, наш детский дом – место надежды. Никто не может открыть детский дом, заниматься им и обеспечивать сотню детей в одиночку, но вместе мы это делаем. Никто не может сам открыть безопасный дом, чтобы помогать несовершеннолетним девочкам, спасенным из торговли людьми. Но мы можем сделать это вместе. И мы видим, как их жизни меняются в силе Иисуса Христа. Никто из нас не мог бы сам открыть дом для беременных подростков и помогать им, но вместе у нас это получается. Кстати, место надежды получило награду от навигатора благотворительности. Они снова получили первое место в категории помощи и забота о молодежи в моменты кризиса. Это невероятно. Но одному человеку такое не под силу. Только вместе мы можем притязать на землю, которая когда-то была в руинах, и куда враг принес поражение, разоружение и разочарование. Мы берем эту землю. На прошлой неделе мы в Джули встречались со многими пасторами нашего региона, юга Флориды, и мы молились о том, что мы можем сделать вместе такого, что не под силу одной церкви. Какую землю Бог призывает нас захватить всем коллективам? И во время молитвы мы поняли, что не нужно об этом молиться. Библия уже говорит об этом. И в этом году мы решили заняться системой приемных семей. Некоторые из вас уже подключились к этому и стали приемной семьей. А что если церковь объединит свои усилия и займется этим вопросом? А что если мы вдохновим и других людей в нашем обществе стать приемными семьями? Место надежды имеет право учить вас, как это сделать. Если все церкви займутся этим, то, думаю, мы окажем огромное влияние на эту систему во Флориде. А вы как думаете? Давайте заберем этих детей из опасного окружения, будем любить их, показывая им любовь и силу Божию. В одиночку нам это не под силу, но вместе мы должны претендовать на эту сферу. Я понял. А вот почему у нас есть Билл, Глэй, и все, что мы там делаем. Мы возвращаем территорию, на которую враг попытался принести разруху и хаос. Мы говорим, хватит. Мы хотим изменить эту историю. А вот почему мы сотрудничаем с такими организациями, как Urban S. Impact. Мы помогаем им в строительстве их здания. Рядом с ними есть церковь. Мы также помогаем той церкви стать сильнее. Многие из вас уже служили там как волонтеры. Все потому, что мы хотим написать новую историю в жизни этих детей. Историю о надежде и будущем с Богом. Кстати, есть один молодой человек, который вырос неподалеку. Его имя Рики. Он вырос на улице города Вестпалм. Крыто у нас есть видео о его жизни. Его мама была наркоманкой, и она не занималась им. Его братья сидели в тюрьме за торговлю наркотиками, и Рики следовал их примеру. Кстати, он делал это довольно долгое время. Ни электричества, ни воды в том доме у них не было. У него не было ни будущего, ни надежды. Но однажды он случайно забрел в баскетбольный лагерь, организованный Urban S. Impact. Там он услышал о Боге, который любит его. Рики решил, я буду тусоваться с этими ребятами. Он полюбил Бога, и его жизнь изменилась полностью. Вот теперь мы показываем дом, в котором он когда-то жил. Посмотрите. Это сам Рики. Он говорил с мистером Хоксом, и после этого его жизнь полностью изменилась. Сегодня он работает в Urban S. Impact, помогая таким же детям, как он, найти надежду в Иисусе Христе. И мы, как церковь, должны продолжать работать, потому что в мире много таких, Рики, и много семей, которым нужно помочь начать новую историю. Бог желает использовать нас для этого, чтобы мы отвоевали эту землю во имя Иисуса. Я думаю, что сам Бог разместил нас именно в этом регионе. Он привел вас в эту церковь. Кстати, церковь — это не здание. Церковь — это вы. И вы являетесь церковью в любом месте. И Бог сказал, что именно через церковь Он желает двигаться и наполнить все своим светом. Так сказано в послании к Ефесианам, в первой главе, в 23 стихе. Бог желает делать это через нас с вами, в вашей школе, на работе, в вашем квартале. Он специально поместил вас именно туда. И наша вера в Иисуса должна приносить разницу в наше общество. Ваша вера в Бога должна приносить разницу в ваш дом и вашу семью. Видите? Бог дал нам коллективную миссию. Перед расспятием на кресте в Гефсиманском саду, Иисус произнес такую молитву. «Как ты дал мне миссию в этом мире, так и я даю им миссию в этом мире». Итак, Он говорит, «Бог ту же миссию, которую ты дал мне, приводить людей к Богу, я теперь передаю им». А в 20 главе Он смотрит на всех своих последователей и говорит, «Как я был послан, так я теперь посылаю вас». Мы получили миссию от Иисуса Христа. Церковь должна приходить к людям, которые далеки от Бога, и помогать им вернуться к Богу. Это называется великое поручение. И это великое поручение находится во всех четырех Евангелиях и в деяниях апостолов. Иисус не хотел, чтобы вы это упустили, потому что это очень и очень важно. В Евангелии от Марка, в 16 главе, сказано так, «Идите по всему миру и проповедуйте всем благою весть». Давайте скажем это вместе. «Идите по всему миру и проповедуйте всем благою весть». Слово «проповедуйте» не означает, что вы должны быть на сцене. Оно означает, что вы должны открывать рот и рассказывать кому-то благую весть о Боге. На английском поручение — это «комишн» или «комиссия». То есть миссия, которую нужно выполнить коллективно. Мы делаем это вместе, в партнерстве, друг с другом и с Богом. Кстати, это называется «великое предложение» или «идея». Я хочу, делаю это, а хочу не делаю. Нет, мы должны заниматься этим постоянно. Иисус говорил, «Именно ради этого я пришел на землю». И вот чем я хочу, чтобы вы занимались, пока я не вернусь за вами. Идите и рассказывайте людям благою весть об Иисусе. И вот почему мы всегда будем идущие церковью. «Мы служим идущему Богу». Я же говорил вам, что две трети его имени означает «идти». Поэтому мы тоже должны идти. Церковь должна идти и выкупить магазин «Диллард» в «Поинт-Бич» и магазин «Таргет», чтобы в самом центре города превозносить имя Иисуса. Поэтому нам нужно идти. И вот почему нам нужно идти в Белглей, Нью-Йорк, Порт Сент-Люси. Нам нужно идти в Боку, потому что людям в Боке нужен Иисус. Форт Пирс тоже нуждается в Иисусе. Мы всегда будем идущие церковью, потому что мы служим идущему Богу. А все потому, что люди нуждаются в Иисусе. Недавно я услышал о парне по имени Зак. Однажды он вошел в одну из наших церквей, ему чего-то не хватало в жизни, и он не мог понять, и друзья рассказали ему о нашей церкви, которая собирается в Сити-Плейс. Он пришел и через пару недель понял, что ему не хватало отношений с Иисусом. Он отдал свое сердце Иисусу. На этой неделе он принял водное крещение. Теперь он рассказывает своей семье и друзьям об Иисусе. В мире полно таких Заков, которых нам нужно достигать. А Нина впервые встретилась с Богом в торговом центре в Пойнт-Бич. Она понятия не имела, что из церковь связаны с кафетерием. Она пришла в кафе, а оказалось, что там еще есть церковь. Так она начала ходить в церковь и обрела Христа. Она говорит, что Бог начал писать новую историю ее жизни. Как же это круто, найти церковь в торговом центре. А еще у нас есть церковь в Роял Палм, в бывшем здании магазина Таргет, где когда-то люди покупали отбеливатели и другие вещи. И всего за прошлый год, за один год в том кампусе 1350 человек сказали «Да, Иисусу». Представляете? Да. А если бы не пошли туда или сказали «Это слишком дорого, там нужно будет много работать». Нет. А сколько еще людей ждут нас, нам нужно продолжать идти, потому что дело не в зданиях, а в построении Царства Божьего. Не в имуществе, а в людях. Да, нам нужны здания, но ради людей, которых Бог сказал нам достигаться. все это было вступлением к моей проповеди. Мы же посмотрим с вами книгу Иисуса Новина, вторую главу. Еще два часа, и мы закончим. Это была шутка. Итак, Иисуса Новина, вторая глава. Это важная история, потому что она рассказывает о том, как важно найти того одного, кто далек от Бога. Возможно, вы сегодня далеки от Бога. Это было еще до того, как евреи перешли Иордан или победили каких-то великанов. Это история о том, как человек далеки от Бога обрел Бога. Это возможно, и об этом мы читаем в Писании. Помню, как читал это лет в 10 или в 11, когда я понял, кто такие проститутки, я подумал, эй, Иисус Новин послал их разведать землю, а дамочек в той земле тоже, что ли? Что это вообще такое? Может, они решили, что это хорошее место, чтобы спрятаться, потому что через него проходило много людей. Итак, давайте читать, посмотрим с вами вторую главу, первый стих. Готовы? Иисус, сын Новина, весь народ расположились лагерем у города Ассасия, Иисус послал двух лазутчиков, и никто об этом не знал. Иисус сказал им, «Пойдите осмотрите землю, особенно город Иерихон». Они отправились в город Иерихон и остановились в доме кого? Проститутки по имени Рааф. Кто-то сказал царю Иерихону, «Прошлой ночью пришли какие-то евреи, чтобы выведать все о нашей стране». Иерихонский царь послал сказать Рааве, «Выдай людей, которые пришли и остановились в твоем доме». Они пришли, чтобы выведать все о нашей стране. Но женщина скрыла этих двух людей и сказала им, «Ко мне действительно приходили два человека, но я не знаю, откуда они пришли. Вечером, когда было время закрывать городские ворота, они ушли, и я не знаю, куда. Гонитесь за ними скорее, вы их еще догоните». Рааф сказала так, а сама отвела израилитян на крышу, принесла туда сено и спрятала их в нем. Я думаю, что сам Бог направил их в дом Рааф, потому что он знал ее сердце. Я думаю, что Бог знал, что она станет важным инструментом не только в захвате земли евреями, но в чем-то куда большем. А вы только подумайте, Бог использовал такого человека, как Рааф, чтобы исполнить свой план. Разве во всем Иерихоне не было никого другого? Что правда? Никто больше не мог помочь? Может так Бог пытался рассказать нам что-то о своем характере, что мы склонны не понимать? Мы смотрим свысока на некоторых людей. Мы не знаем их историю, как они пришли к этому. Мы склонны судить их. А может Бог хотел что-то донести до нас? Когда Бог смотрит на вашу жизнь, Он видит вас не только в вашем нынешнем положении, но Он также видит ваш будущий потенциал, Он видит ваше будущее. Он знает, к чему Он вас призвал. Он знает ваше предназначение, пытается раскрыть это в вас. Может так Бог призвал Рааф к тому, что он для нее приготовил. В начале второй главы проституция была ее профессией, но не ее предназначением. У Бога было для нее великое предназначение. Если вы дочитаете эту историю до конца, то узнаете, что Рааф вышла замуж за парня по имени Самон, и у них родился сын Аваус. Аваус стал дедушкой самого Давида. Да, того самого Давида. Того Давида, из чьего рода пришел Иисус. Получается, что проституция была прапрапрабабушкой Иисуса. Да, именно так. Кстати, если вы прочтете в Евангелии от Матфея всю родословную Иисусом, то кроме Рааф, великой женщины веры, вы увидите еще и Версавию, и Фомарь. Думаю, Бог пытается что-то нам сказать. Ваша история не определяет вашу судьбу. Вы можете повернуть свою историю и прийти к своему истинному предназначению, но это можете сделать только вы. Вам нужно сказать «нет, это не будет моим ярлыком. Я не застряну в этом, а приду к той судьбе, которую приготовил мне Бог». Угадайте, кто упоминается в послании к евреям 11 главе среди всех великих героев веры? Рааф, оно упоминается вместе с Моисеем, Авраамом, Иосифом. Это говорит лишь о том, что ваше предназначение куда более великое, чем ваша история. То, что Бог желает делать в вас и через вас, ваше прошлое не должно ограничивать ваш потенциал. Если вы отдадите свое прошлое в руки доброго и любящего Бога, то он переделает вашу историю в его историю. Но для этого вам нужно отдать все в его руки, всю вашу историю. У него больше благодати, чем вам когда-либо может понадобиться. Люди говорят, тот, может, это сработало для тебя, но не для меня. Послушайте, если Бог мог использовать Рааф, то он может использовать и нас с вами. Но что нужно было сделать Рааф? Она не осталась проституткой в Иерихоне. Она что-то сделала. Давайте узнаем, что именно. Она сказала так, это в 9 стихе, «Я знаю, что Господь отдал эту землю вашему народу. Вы навели на нас ужас, и все живущие в этой земле боятся вас, потому что мы слышали, как Господь помог вам и высушил Красное море, когда вы вышли из Египта. Слышали мы также и о том, что вы сделали с амарейскими царями Сигоном и Огом, живущими на востоке от реки Иордан, и как вы истребили их. Мы слышали об этом, и нас охватил ужас, и сейчас никто из наших мужчин не хочет воевать с вами, потому что Господь, Бог ваш, правит наверху в небесах и внизу на земле». Какое сильное заявление. Она сказала, «Ваш Бог единственный истинный Бог и Господь. Когда она говорила это, она выбирала на чьей она стороне. Это было очень рискованно. Она рисковала всем. Она не знала этих людей и даже не видела того, о чем она говорила. Ей об этом только рассказывали. Она не видела этого своими глазами. Но она выбрала верить, и эта вера дала ей жизнь. Вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И у нее была именно такая вера. И вот в 12 стихе она говорит, «Я хочу, чтобы вы обещали мне перед Господом за то, что я была добра к вам и помогла вам быть добрыми к моей семье». Она спрятала их и защитила. А когда стены Иерихона начали рушиться, вся ее семья тоже была под защитой. А что было бы? А если бы жители Иерихона узнали об этом соглашении? Скорее всего, она лишилась бы всего. Но Рафф понимала, что если она не примет этого Бога, то точно потеряет все. Если бы она подумала, «Никому не буду помогать, и тогда я буду в безопасности», то все закончилось бы иначе. Для того, чтобы верить в Бога, нужно отказаться от веры во все остальное. она не могла держаться за свои связи, возможности и силы. Ей нужно было отпустить все это, чтобы принять то, что Бог имеет для нее. Только так она могла спастись. Мы с вами знаем конец истории, а она его не знала. Мы знаем, что было дальше, а для нее это был шаг веры. Ей нужно было отпустить то, что она знала и схватиться за то, что она считала истиной. Именно в этом смысл веры. На этой неделе я читал цитату Джима Кэрри. Он сказал, «Я считаю, что все должны стать богатыми и известными и получить все, о чем они мечтают, чтобы понять, что это не решение вопроса. Если мы думаем, что те или иные вещи принесут нам чувство безопасности или счастья, то это не так. Все это рассыпется, как стены Иерихона». Единственное, кто может дать вам все, что вам нужно, это Иисус Христос. Только Он может дать вам чувство безопасности, будущее, цель жизни, и все это приходит от Него. Она могла проигнорировать все истории о Боге, которые она слышала, и продолжить быть проституткой. Но она развернула свою историю и вошла в свое предназначение. И когда она доверила Богу свою жизнь, именно тогда она обрела жизнь. Она была спасена. Ее семья была спасена. Она сыграла важную роль в приходе Иисуса на землю. И Бог также призывает нас нести в мир этот свет и надежду. Не нужно далеко ходить, чтобы найти поблизости такую же Рааф. Рядом всегда и Бог рассчитывает, что именно вы расскажете им о Нем. Бог не смотрит на них свысока, а ждет, пока мы начнем что-то делать для них. Как писал Павел, как они узнают, если вы им не расскажете. Как они поверят в Бога, о Котором никогда и не слышали. Кто-то должен пойти и рассказать им, и этот кто-то это мы с вами. А вы как те лазутчики, и Бог посылает вас на этой неделе найти людей, которые далеки от него, и вернуть их к Богу. Я не говорю, что нужно идти к проституткам, я не об этом. Не нужно говорить, что так вам сказал пастор. Нет, я не говорил. Кстати, Рааф не осталась проституткой, она стала женщиной веры и вошла в свое предназначение, но выбор был только за нею. Ей нужно было признать своими устами, на чьей она стороне. Это и принесло ей жизнь. Некоторые из вас сегодня находятся в положении Рааф. Возможно, вы слышали о Боге, но не живете той жизнью, для которой Он вас создал. Сегодня тот день, когда вы можете войти в свое предназначение. Именно сегодня Бог желает вывести вас из Иерихона, из того самого места, которое навешало на вас ярлыки. И Бог желает еще сделать кое-что, дать вам новую жизнь. Но вам нужно сказать своими устами, что именно туда вы и направляетесь. Вы определяете свое будущее, и в это будущее вы направляетесь вместе со своим Богом. Спасибо за то, что смотрели нас. Надеюсь, сегодня вы поняли, что ваша история не определяет вашу судьбу. Библия говорит, что вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но чтобы иметь настоящую веру в Бога, вам нужно перестать верить и полагаться на другие вещи, ваши способности, связи и даже прошлые достижения. Вам нужно полностью довериться Иисусу. Я хочу, чтобы сегодня вы заявили о том, что верите только в единственного спасителя Иисуса Христа. Бог желает достигать тех, кто далек от Него, и благословлять их жизни невероятным образом. Рааф даже представить не могла, что Бог приготовил для ее жизни, но как только она починилась его плану, все изменилось. Я верю, что и в вашей жизни все может измениться. Я хочу повести вас в молитве, чтобы вы все отдали в руки Иисуса, и вы увидите, как Он изменит всю вашу жизнь. Если вы этого хотите, то просто повторите за Мною. Дорогой Господь Иисус, я отдаю тебе мою жизнь. С этого дня я решаю следовать за тобой. Войди в мою жизнь и прости мне все мои грехи, а я всеми силами буду следовать за тобой до конца дней моей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы произнесли эту молитву, то знайте, что мы хотим поддержать вас в вашем следовании за Иисусом. Приходите к нам и присоединяйтесь к нашей семье веры. Вы не должны быть одни. Если вы хотите больше узнать о нашей церкви, то заходите на наш веб-сайт. Благословения вам, друзья. Увидимся с вами через неделю. видео.